Обстановка на Донбассе вынуждает Москву посылать отчетливые сигналы западным партнерам в целом и Киеву в частности, что перевод вяло текущего конфликта в регионе в горячую фазу крайне нежелателен. Поэтому Россия впервые публично поставила военную технику на Донбасс, ясно давая понять, что в случае чего, не оставит ДНР и ЛНР без помощи. 2021 год начался с резкого увеличения количества обстрелов территорий самопровозглашенных республик со стороны ВСУ. В феврале началась масштабная передислокация частей и подразделений ВСУ и других силовых ведомств Украины на Донбасс и к границам РФ. После этого в Киеве открыто заговорили о конце минских договоренностей и необходимости срочной встречи нормандского формата, иначе будет война. 15 марта в Донецке появились новенькие внедорожники-пикапы УАЗ «Патриот» в военной раскраске с двумя видами пулеметов. Крупнокалиберным 12,7 МНС «Вутес» и 7,62 МПКМ, установленными в кузове. Первую партию современных тачанок в количестве 15 единиц, передал военнослужащим народной милиции глава ДНР Денис Пушилин. Естественно, произойти подобное без ведома российских властей не могло в принципе. Готовились к этому мероприятию также не один день, поскольку на некоторых станках под пулеметы уже начала отшелушиваться краска. После этого большая часть тачанок была направлена на полигон. 17 марта в Луганске глава ЛНР Леонид Пасечник вручил военнослужащим НМ-5 автомобилей УАЗ «Патриот», правда, без установленных пулеметов. Вероятно, они будут установлены позже, поскольку из НМ-ЛНР сообщили, что внедорожники скоро окажутся на передовой. Нужно отметить, что подобные акции несут больше морально-информационный характер, чем реальную боевую составляющую. Во время окопной войны применение подобной небронированной техники весьма затруднительно. Причем из Луганска и Донецка об этом неоднократно указывали Киеву, активно вооружающему ВСУ подобными тачанками. Как дальше будут развиваться события и поймут ли намек в Киеве и на Западе, станет известно совсем скоро.